В период жестких ограничений, связанных с пандемией, на призыв о помощь откликнулись десятки горожан, в том числе и предприниматели. Например, владельцы гостиниц предоставили жилье для медиков, которые работали в инфекционном стационаре Серпухова. Сегодня все они вернулись домой. К обычному режиму работы возвращаются и представители бизнеса. Каким был этот непростой период и что помогло справиться с трудностями, нам рассказала хозяйка гостиницы «Русь» Татьяна Залазина. В холле гостиницы «Русь» живет попугай-какаду Кеша. Правда, оказалось, что Кеша – это девочка. Молодая, ей всего 20. Когда в гостинице жили медики, лечившие больных коронавирусом, Кеше доставалось много внимания и лакомств. Когда жили врачи, ему было весело, они с ним разговаривали. Да? С ней? Да? Да. Они любили Кешу и дружили, дружили, дружили с Кешей. Кеша очень хороший. Просто очень хороший Кеша. Не только птица. Весь персонал гостиницы постарался окружить медиков заботой и вниманием. На первых порах, когда информация о коронавирусе практически отсутствовала, это было особенно важно. Врачи, конечно, это герои, которые выстояли. Нам было здесь тяжело. А вы представляете, когда они в этих скафандрах ходили и дышали. Там они очень скучали по семьям. Одной девушке, ребенок в первом классе, она каждый вечер учила уроки. Я не знаю, я настолько переживала и думала, ну как, чем виноват этот ребенок. Наша задача была с добром их встретить, вкусно накормить. Для врачей в гостинице даже организовали праздничную пасхальную трапезу. Проживали медики в номерах по одному и двое человек. Работая с больными COVID-19, избежать заражения полностью не удалось. Среди самого медперсонала заболели шесть человек. Ну, конечно, мы рисковали немножко. Они же тоже шли и рисковали. Хотя, надо отдать должное, они обрабатывались и старались не принести сюда все-таки какую-то заразу. Хотя после каждого найденного случая мы делали обработку номера, в котором они жили. А после окончания мы благодарны Роспотребнадзору, они сделали нам хорошую обработку. И поэтому мы можем гордо и спокойно жить здесь и приглашать гостей. Татьяна Залазина лично провожала и встречала врачей на работу. Всем вместе удалось справиться с эпидемией. Каждый раз выходила и махала в автобус. Они махали и ехали спасать людей. Всего доброго! До новых встреч! Ждем вас!